выступить, рассказать о новых возможностях по дистанционному заключению договоров. Предыстория заключается в том, что в конце прошлого года удалось поменять 115 закон, закон, который был главным препятствием для дистанционного заключения договоров. Часть времени ушла на консультации с Минсвязи, которая отвечает за реальную имплементацию. За техническую сторону этого вопроса нам удалось найти с ними общий язык. Ну, а необходимые детали я очень хотел бы, чтобы те из вас, кто ориентируется на розничный бизнес, для нас это часть большой системной работы. Индивидуальные инвестиционные счета – это то, зачем люди, почему появился смысл, зачем люди должны идти на фондовый рынок. Дистанционное заключение договоров – это то, как они туда могут попадать. Поэтому те из вас, кто думает о массовом розничном инвесторе, должны обратить внимание и на индивидуальные инвестиционные счета, и на возможности дистанционного заключения договоров. Это теперь реальность. Катя, прошу тебя. Спасибо большое еще раз Алексею, что пригласили выступить. Очень рада видеть всех в зале. Здесь гораздо больше знакомых лиц, чем я ожидала. Очень здорово, что все доехали из Москвы сюда. И очень приятно видеть региональных участников в том числе. Меня зовут Екатерина Андреева. Я отвечаю на московской бирже за отношения с клиентами рынка акций и за ряд проектов, которые мы реализуем совместно с Науфер, для того, чтобы нашим участникам было проще осуществлять свою профессиональную деятельность. Я расскажу про тот прогресс, который мы совместно с Науфер достигли именно в процессе дистанционного заключения договоров. Для того, чтобы вам заключить с клиентом договор дистанционно, существовало два таких узких бутылочных горлышка, которые волновали очень многих наших участников. Первое – это необходимость проведения идентификации в соответствии со 115 ФЗ. И эта узкая горлышка была ликвидирована как раз вследствие того, что сказал уже Алексей, когда Науфер провела необходимые подправки законодательства и появилось понятие упрощенной идентификации, о котором я скажу поподробнее чуть позже. Второе узкое горлышко – это необходимость личной явки клиента для того в офис, хотя бы чтобы заключить соглашение об электронном документообороте. Опять же, Науфер сейчас дорабатывает стандарты профессиональной деятельности для того, чтобы вы могли это сделать, не приглашая клиента в офис. Я чуть попозже расскажу общую схему, хотя Алексей, наверное, сможет прокомментировать это более подробно. Немножко про удаленную идентификацию. Что это такое? Что такое упрощенная идентификация? Примерьте, пожалуйста, слайд. В 115 ФЗ появилось три способа упрощенной идентификации. Почему три? Потому что понятие первое, второе, третье уже давно перекочевало в обычную речь, и вы будете очень часто слышать идентификации по второму способу, идентификации по третьему способу и так далее. Идентификация по первому способу предусматривает установление личности клиента, его паспортных данных и сам факт того, что это действительно он, и паспортные данные действительно его, при личной явке, когда он к вам приходит в офис по старинке, вы все это прекрасно знаете, умеете и давно используете в своей работе. Второй способ упрощенной идентификации предусматривает установление принадлежности конкретных паспортных данных конкретному лицу с помощью проверки набора данных через системы пенсионного страхования, фонда медицинского страхования и ФМС. Эти проверки планируется производить с использованием так называемого контур СМЭФ, это система межведомственного электронного взаимодействия. В настоящий момент она не до конца готова, я чуть попозже остановлюсь на этой теме. Это наш очередной, скажем так, KPI после того, как мы запустим промышленную эксплуатацию систему ЕСЕ, а идентификация с использованием единой системы идентификации и аутентификации является как раз третьим способом проведения упрощенной идентификации. Немножко более подробно по поводу второго способа упрощенной идентификации с использованием системы СМЭФ. Для того, чтобы все это заработало так, как нужно нам, Минсвязь в течение этого года провела достаточно серьезную работу свою, и они внесли изменения в законодательство соответствующее для того, чтобы поменять разрешенный набор передачи данных, формат передачи данных и те данные, которые разрешено передавать между ведомствами, для того, чтобы мы смогли это использовать в своей работе. То, что касается технической имплементации, сейчас Минсвязь находится на этапе уже ожидания завершения проекта по созданию единого окна входа в этот конкурс, в этот конкурс МЭФ. Уже выбран подрядчик, уже идут работы. Мы ожидаем, что техническая реализация этого решения будет готова к первому кварталу 2016 года. До этого момента мы планируем начать новую серию консультаций с Минсвязь, для того, чтобы предоставить возможность участникам рынка ценных бумаг проводить идентификацию как раз по второму способу, по набору данных. То, что касается третьего способа проведения упрощенной идентификации, переверните, пожалуйста, немножко более подробно. Что такое ЕСИИ, Единая система идентификации и идентификации? Это система, которая была создана примерно два года назад для того, чтобы обеспечить взаимодействие различных, скажем так, ведомств, в том числе для того, чтобы предоставлять услуги на базе сайта госуслуги, и главная ее цель – идентифицировать клиента единоразово, клиентов из лицо для цели идентификации как профучастников, так и цели идентификации различных ведомств. Для нас важно, что, когда вы будете говорить с клиентом, вы будете использовать слово «сайт госуслуги», его все знают, это достаточно понятно, прозрачно и всем известно, всем знакомо. Дальше, по поводу третьего способа упрощенной идентификации, собственно, это наша гордость, это то, что мы объявляем, наверное, сегодня первый раз на широкую публику. Это тот текущий статус, которого мы достигли на сегодня, благодаря нашим совместным усилиям, НАУФОР Московской биржи в плане проведения идентификации по третьему способу. С начала года мы провели очень большое количество совместных консультаций вместе с НАУФОР, вместе с ЦБ, вместе с Минсвязи по поводу того, каким образом и как наши профучастники будут допущены в систему ЕСЕ. И на прошлой неделе, в среду, 14 октября, мы добились внесения в внутренние регламенты Минсвязи разрешения на допуск новой категории участников информационного взаимодействия на сайт госуслуги. Это все категории профучастников, которые вам знакомы. Это решение опубликовано официально на сайте Минсвязи в понедельник, хотя было принято в прошлую среду. С прошлого четверга первые семь компаний профессиональных участников рынка ценных бумаг у нас уже находятся в тестовом контуре. Еще восемь компаний на подходе. Что мы делаем для этого? Для того, чтобы облегчить вам вашу задачу, вашу работу. У нас существует разработанный вместе с Науфор пакет рекомендаций по порядку подключения к ЕСЕ. Мы условно разбиваем это на три стадии. И вы можете обратиться, любой профучастник может обратиться к нам, получить уже готовые формы документов, заполненные в соответствии с рекомендациями Науфор, с рекомендациями юристов. Вы можете получить общие схемы, упрощенное подключение, для того, чтобы не читать по 300 листов технической документации. Вы можете получать полную поддержку нашу консультационную на всем этапе проведения подключения. Так что если в этом зале есть региональные компании, которые не встретились со мной вчера и не успели это сделать сегодня, то я здесь до вечера, пожалуйста, обращайтесь. Немножко более подробно по технике, как это будет проходить. Что такое три типа стандартных записей в единой системе идентификации и идентификации. Когда клиент первый раз заходит на сайт, он создает упрощенную учетную запись. Она включает в себя фамилии, имя, отчество и мобильный телефон. После этого система стимулирует его к тому, чтобы были заполнены поля с паспортными данными, с данными СНИЛС, полисом ОМС и так далее. И по электронным каналам связи система проверяет достоверность этих сведений. После этого система всячески побуждает к проведению личной идентификации с личной явкой, с паспортом в один из 6500 точек проведения подтверждения записи. После того, как человек лично сходит с паспортом на почту либо в центре проведения идентификации, его запись становится подтвержденной. Это очень важно, потому что наша вся упрощенная идентификация проводится именно по записям, которые подтверждены при личной явке. Я буду говорить об этом несколько раз, потому что это очень часто встречающийся вопрос от профучастников, что нужно понять в очень упрощенной форме. С использованием ЕСЕ функция идентификации полностью перекладывается на ЕСЕ, не на профучастника. Все, что вы должны здесь делать, это просто получить готовый комплект данных. За вас уже проведена идентификация системы в электронном виде. Переключите, пожалуйста. Это то, что я начала уже немножко рассказывать. Мы условно разделяем подключение к ЕСЕ на три этапа. Первый – это регистрация информационной системы, которая предусматривает создание профилей руководителя на сайте госуслуги. И регистрацию компании как участника информационного взаимодействия на сайте ЕСЕ. После этого мы выводим участников в тестовую среду. Участник получает набор тестовых заданий. И сейчас у нас уже семь компаний занимаются тем, что тестируют различные варианты шины взаимодействия между участниками непосредственно из системы ЕСЕ. И третий этап – это выход в промышленную среду. Мы ожидаем, что первые участники у нас выйдут в промышленную среду. Я думаю, что к середине ноября уже однозначно мы будем иметь какой-то результат. Еще раз повторюсь, что мы готовы предоставлять пакет инструкций, рекомендации, которые мы разработали совместно с Науфер, для того, чтобы упросить эту работу и не дозваниваться в Минсвязи по сложным каналам связи. Пожалуйста, обращайтесь. Немножко о том, как это будет выглядеть для конечного клиента, когда все заработает окончательно. Ваш клиент будет заходить к вам на сайт, заходить на какую-то страницу, которую вы ему определите, например, личный кабинет, или вы назовете эту страницу «Открыть счет дистанционно». После этого клиент будет заходить на некую врезку с сайта госуслуги, которую Минсвязи будет вам предоставлять, вводить логин и пароль, который является простой электронной подписью, в это диалоговое окно, попадать на сайт госуслуги и там проставлять галочку, разрешающую отправку профучастнику профиля ранее проверенных данных и подтвержденных при личной явке. Данные, которые будет получать профучастник, в общем, полностью закрывают ваши потребности в заключении договора, при этом очень часто дают вопросы об их достоверности. Перед тем, как вы получите этот файл, эти данные неоднократно проходят перекрестную проверку в пенсионном фонде, в фонде медицинского страхования в федеральной миграционной службе, при этом перед тем, как вам попадет этот файл, будет проведена личная идентификация клиента в одной из точек аминтификации ИСИ. Давайте дальше. Это, скажем так, вторая часть марлезонского балета. Сейчас я немножко залезу на территорию НАУФР, потому что этот слайд касается общей схемы, примерной общей схемы заключения дистанционного договоров ИДО. Сейчас НАУФР заканчивает, насколько я знаю, Алексей меня поправит, если я не права, стандартов для своих членов по дистанционному заключению договоров ИДО. В общем и целом, эта схема построена на так называемых конклюдентных действиях. Конклюдентные действия — это действия физического или юридического лица по акцепту какой-либо оферты. То есть ваш клиент, пройдя идентификацию и идентификацию на вашем сайте, попадает на страницу заключения договора ИДО. Там ему предлагается регламент обслуживания. И пока есть несколько вариантов дальнейших действий. Я думаю, что НАУФР впоследствии это специализирует. Либо это отправка смс, либо это оплата условных 100 рублей за создание подписи, либо что-то еще. И совершив конклюдентные действия, клиент как бы соглашается с теми условиями договора, которые вы ему предлагаете. ИДО. После этого вы сможете подписать с ним все документы дистанционно. Таким образом полностью убирается необходимость личной явки клиента в офис. Не только для проведения идентификации, но и для заключения договора. Существуют некоторые аспекты заключения дистанционного договора, брокерского, депозитарного, депозитарного для кредитных организаций, покупки по EFPIF и так далее. Сейчас это все прорабатывается. Мы собираем вопросы с рынка, которые поступают. Я думаю, что чуть позже мы будем делать отдельные коммуникации. Именно по вот этим не всегда однозначным вопросам. Но в конечном итоге эта схема представляется рабочей. И вы ее утвердите до конца года. И разошлется своим членам в качестве стандартов, которые можно будет применять совершенно спокойно. То, что касается потенциала этого бизнеса, именно подключения к ESEO для вас, как для профучастников рынка ценных бумаг. Сейчас в ESEO зарегистрировано 18 миллионов пользователей. Больше 18 миллионов пользователей. За последние три года количество пользователей выросло в шесть раз. Вот это очень такая красивая цифра. И только за последний календарный год количество пользователей увеличилось на 7 миллионов. Сейчас в системе существует больше 10 миллионов подтвержденных записей. И количество этих записей, в общем, растет достаточно весело, скажем так. То есть гораздо лучше, чем, возможно, вы даже и ожидали. Вот сама цифра в шесть раз увеличения клиентов за последние три года. Это такая достаточно впечатляющая цифра. Есть некоторые цифры, которые приводят в Минсвязь, что в России здесь 60 миллионов человек заходит в интернет, и 30 миллионов является пользователем интернет-банкинга. Но здесь, в общем, все уже достаточно понятно. На московской бирже 80 тысяч активных счетов, активных клиентов, а вы получаете доступ потенциально к 10 миллионам клиентов. Пожалуйста, продавайте им свои услуги. То, что касается потенциального влияния на рынок и на бизнес профучастников, как мы это видим. Дистанционное заключение счетов, в первую очередь, конечно же, даст толчок к развитию рынка ИС. Индивидуальных инвестиционных счетов. То, что касается инвестиционных счетов, сейчас этот проект развивается гораздо более, скажем так, впечатляющими темпами, чем мы ожидали. Мы ставили себе таргет на конец года открыть 50 тысяч счетов. Сейчас мы уже на октябре имеем 60 тысяч открытых счетов, и эта цифра постоянно увеличивается. Мы ожидаем, что дистанционная идентификация и дистанционное заключение договоров, конечно же, даст развитие бизнесу тех участников, которые достаточно технологичны, чтобы подключиться и создать правильный продукт для инвесторов, но при этом не имеют филиальной сети. Точно так же участники из регионов смогут конкурировать с московскими брокерами не только в своем регионе, но и в других регионах, которые им сейчас просто в силу географии недоступны. Мы ожидаем толчок к развитию рынка ETF, появление, возможно, новых провайдеров, потому что на каждом западном рынке это гораздо более весомый сегмент, чем мы видим сейчас. Мы ожидаем развития рынка мобильных приложений и развития различных агрегаторов финансовых услуг. То, что касается цифр по именно открытию счетов, мы проводили опросы участников рынка, и самые консервативные оценки звучат примерно в плюс 20% в количестве открываемых счетов в течение первого года функционирования сервиса. Мы сейчас открываем в течение 2014-2015 года в среднем 13 тысяч счетов ежемесячно, то есть плюс 20% к этой цифре, это где-то 3-4 тысячи счетов. Это только в течение первого года функционирования сервиса, потому что после этого мы ожидаем, что к этой системе, на этот рынок выйдут системообразующие банки, и, соответственно, количество открываемых счетов будет расти прямо пропорционально их размеру, скажем так. Вот такие у меня хорошие новости. Какие есть вопросы, пожалуйста, я готова ответить. Спасибо, Катя. Ну, может быть, один вопрос, а потом мы продолжим, а у вас будет возможность задать вопросы всем нам в конце. Почему эти возможности не заложены? Ну, смотрите, эта возможность заложена. Если у вас клиент пройдет идентификацию, при этом сделает себе квалифицированную электронную подпись, ну, пожалуйста, просто эта настройка более сложная, чем та, которая требуется для проведения упрощенной идентификации. Логин и пароль сайта госуслуги являются простой электронной подписью. Вход в систему ЕСЕ является достаточным основанием для проведения идентификации. То, что вы говорите, это более сложный вариант регистрации на сайте госуслуги. Для варианта YZ поколение, это вроде бы… Ну, это можно делать, да, но это, скажем так, это не масс-маркет. Нет, позвольте, нет, я отложу вопросы на конец нашей сессии. Пожалуйста, нет. Я тут немножко расхозяйничаю. Нет, нет, я всегда очень рад этому. Я хочу добавить пару слов к этому. Поэтому, да, СМЭФ больше похоже на то, как это происходит за границей. Да, СМЭФ – это доступ к остальной части еще не зарегистрированной специальной части населения. Это вопрос, наверное, начала следующего года. Мы этих усилий не оставляем, а только чем дальше, тем больше на этом фокусируемся. Вы можете на это рассчитывать. Я думаю, что изменения, связанные с доступом к ИСИ, уже являются революционными. На первой панели мы говорили о брокерской индустрии, и невнимательному слушателю могло показаться, что мы спорили с Андреем Шеметовым. На самом деле мы не спорили с Андреем, потому что мы думаем, что, да, сегодняшние брокеры, они таковы, какова их клиентская база, каковы те, на кого они были вправе рассчитывать, как на своих клиентов. Мы думаем, что сейчас с появлением индивидуальных инвестиционных счетов, дистанционного заключения договоров, произойдет очень сильное изменение брокерской индустрии. И к этому изменению нужно готовиться. Чем дальше вы выйдете в путь, тем быстрее вы достигнете результата, потому что мы приглашаем на фондовый рынок консервативного инвестора, инвестора пугливого, склонного к небольшому числу операций. Это полностью меняет бизнес-модель брокеров. Но таков он массовый инвестор. Если мы на него рассчитываем, если мы хотим, те из брокеров, которые хотят на него рассчитывать, они должны соответствующим образом менять свой бизнес, свою бизнес-модель, в том числе и то, о чем говорил Андрей, научиться работать с большим количеством клиентов, научиться открывать быстро большое число счетов, обслуживать их, находить доходы в деятельности не от комиссионных операций, а может быть в предоставлении кредитов под залог, под обеспечение на счетах, может быть использовать средства, накопленные клиентами в качестве собственных срезов, для собственных операций. Мы должны найти эту новую модель, ориентированную на консервативного, очень пугливого инвестора, который будет искать наименьшие издержки, связанные с взаимодействием. Это непросто. Я думаю, что вот сейчас есть причины это сделать, и да, брокерское сообщество будет меняться. Еще одно, чтобы было понятно, что все это является частью большого замысла одного плана, еще одна важная тема, о которой сейчас будет говорить Ольга Усамова, это...